Здравствуйте, меня зовут Павлова Екатерина Игоревна, я начальник юридического отдела музея-заповедника Царицыно. Я очень люблю читать, очень любит читать мой ребенок и слушать, как я читаю. Мы вот с коллегами и благодаря нашим коллегам подружились с издательством самоката. Сегодня я прочитаю главу Микки Маус из произведения «Бабушка кричит Фрида». «Бабушка!» – кричит Фрида и дергает бабушку за юбку. «Бабушка, я хочу новую рубашку, и чтоб на ней был нарисован Микки Маус». «Да отстань ты от меня, ради бога, внук!» – ворчит бабушка и снимает фарток. «У тебя уже есть хорошие рубашки – красные, синие и зеленые. Тебе что, их не хватает?» «Они такие скучные!» – кривится Фрида. «На них нет никаких картинок, зато грязь на них есть!» – грязнули несчастные, говорит бабушка. Она берет свою сумку черного цвета и кошелек коричневого и надевает шляпу серую. Бабушка не выходит на улицу, не надев шляпы никогда. «Я иду за покупками», – говорит она. «А ты веди себя хорошо, ладно?» И чтоб было тихо. И с этими словами она выходит из квартиры. А Фрида идет в детскую. Там он вынимает из шкафа все свои рубашки, кладет их на пол и долго рассматривает. Красная рубашка, синяя и зеленая. Ну и скукотища. Только красный цвет, синий и зеленый. И больше ничего. Фрида вздыхает. Ведь рубашки, на которых есть какой-нибудь рисунок, гораздо веселее. Это каждый знает. И вдруг у него возникает идея. А если на рубашке ничего нет, то на ней можно что-нибудь нарисовать. И он сможет что-нибудь нарисовать. Микки Мауса. Отличная идея. Фридер уже знает, чем надо рисовать – акварельными красками. Их у него много. Фридер достает коробку с красками и толстые кисти, приносит стакан воды, садится на пол и принимается за дело. Сначала он начинает рисовать на синей рубашке. Правда, Фридер не помнит, как в точности выглядит Микки Маус. Фридер долго размышляет. Микки Маус веселый, это понятно. У него большие круглые уши и желтые ботинки из толстой кожи. Это он тоже знает. Начну с ботинок, решает Фридер. Окунает кисть в желтую краску, размешивает ее в густое пюре и начинает рисовать на синей рубашке две жирные желтые клякса в самом середине. Так, а что теперь? Теперь нужно нарисовать ноги. Фридер выбирает для ног красную краску. Красный цвет он любит. Он пририсовывает к желтым кляксам две длинные красные полосы. И раз уж на кисточке еще осталась красная краска, рисует жирную красную кляксу. Она обозначает живот. Хорошо получилось. А голова будет черного цвета, решает Фридер. Он смешивает краски, а потом долго полощет кисточку, пока вода не становится серой. Вообще-то кисточка слишком тонкая. Остальные кисточки тоже. Тогда Фридер просто окунает в краску пальцы и рисует имя. На лбу у него выступает пот. Честно сказать, то, что он намалевал на синей рубашке, не слишком похоже на Микки Мауса. Ну ладно, может быть на красной рубашке получится лучше? Фридер снова начинает с желтых ботинок. На этот раз он сразу начинает рисовать пальцами, но очень торопится. От этого краска расплывается, и вместо желтых ботинок получается только большое водянистое пятно. Нужно еще упражняться в рисовании ботинок. Отложив красную рубашку в сторону, Фридер берет зеленую. На ней дело идет гораздо лучше. Фридер рад. Все бы и дальше шло хорошо, но тут Фридер нечаянно опрокидывает стакан с водой. Грязно-серая вода течет по рубашкам, краски расплываются, и теперь все выглядит совсем не так красиво, как раньше. И совершенно не похоже на Микки Мауса. Да что ж это такое? Тут в дверях появляется бабушка и вскрикивает. Внук, ты что там делаешь? Я рисую Микки Маусов, бабушка, говорит Фридер и печально смотрит на бабушку. Сначала у меня получалось красиво. Правда. Ох, стонет бабушка, хватаясь за голову. Она не может отвести взгляд от мокрых грязных рубашек. Потом берет рубашки одной рукой, Фридер другой, и тащит все это, рубашки Фридера, в ванную. Ну что за грязнули, что за озорник сокрушается она. А Фридер схлипывает, схлипывает и, наконец, спускается в рев. Я просто хотела нарисовать что-нибудь красивое, рыдает он, прижимаясь головой к бабушкиному животу. Я хоть и старая, но не слепая, говорит бабушка и с размаху бросает рубашки в ванну. Кто-то испортил свои красивые вещи. Но надо же такое придумать. Она откручивает кран, и толстая струя воды с брызгами льется на рубашке. Хорошо еще, что я принесла новую рубашку. Очень хорошо, говорит бабушка и командует. Подними руки. И через голову стягивает с Фридера свитер. На свитере краска тоже попала, и довольно много. Зареванный Фридер поднимает руки вверх, закрывает глаза, а бабушка надевает на него свежую рубашку. Потом она говорит. А теперь пойдем на кухню, грязнуля. Пора ушнуть. И уходит. Фридер плетется за ней, но, проходя мимо зеркала в прихожей, останавливается, как вкопанный, и смотрит большими глазами на свое отражение. Что это на нем? Что за рубашку ему надела бабушка? Такую белую, а на ней Микки Маус огромный. От живота до самой шеи Микки Маус желтыми ботинками, красными штанишками и большими круглыми ушами. Совершенно как настоящий. Фридер сияет и чуть не плачет от счастья. Смотри, бабушка ликует он и мчится на кухню, где бабушка, стоя у плиты, подвязывает фартук. Бабушка, кричит Фридер. Бабушка, теперь у меня все-таки есть Микки Маус. У меня тоже, говорит бабушка. И поворачивается к нему, широко улыбаясь. Тут Фридер замечает, что на бабушкином фартуке тоже нарисован Микки Маус. Огромный. От бабушкиной груди до бабушкиного живота. В магазине было такое специальное предложение, говорит бабушка и подмигивает Фридеру. А теперь давай есть, грязная твоя рожица. И вот бабушка и Фридер сидят за ужином, едят макароны и любуются своими Микки Маусами. А потом Фридер помогает бабушке в ванной. Они вместе стирают красную, синюю и зеленые рубашки. Рубашки будут как новенькие, ну или хотя бы почти.